Да, всем привет, друзья, очень рад быть у вас в гостях, у вас здорово, красиво, так и рад, что я добрался, наконец-то, сквозь пробки. Мы тоже очень рады, что вы добрались, но, с другой стороны, пробки дали вам почувствовать себя как дома, я думаю, в принципе. Московские пробки, да, 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 действительно такая история. Я, в общем-то, особо в Германии не наблюдал пробок, так нам везло всё время, мы много передвигаемся, но вот сегодня прям ощутил по-настоящему пробку трафик такой серьёзный. Они, увы, есть. Ну, в общем, о знакомствах с пробками поговорили, Серёж, хочу в первую очередь действительно поздравить с успешным туром по Германии. Фу-фу, последний концерт. Смотрела соцсети, смотрела отзывы людей, которые побывали на концертах, смотрела ваши собственные, в общем-то, воплощения эмоций. По-моему, всё на ура прям, да? Всё отлично, я так счастлив быть вновь во второй раз уже в Германии с концертами. Мой предыдущий тур был полтора года назад с программой The Best, и вот сейчас в рамках нового тура, N-тура, мы в Германии вновь, мы уже было пять концертов, невероятные концерты, невероятная публика, очень тепло и здорово встречают. И вот сегодня финальный концерт нашего такого отрезка тура по Германии у Оффенбах. Вот мы дадим этот концерт, буквально через уже три часа он начнётся, так что я так везде, фигуры тут, фигуры там. Так что кто ещё успеет, кто ещё смотрит и думает где-то рядом, поблизости, обязательно приходите, потому что красочное шоу двухчасовое, мы привезли полный, скажем так, фарш, полный комплект оборудования, свет, звук, экраны и, в общем-то, всё наше, очень яркое шоу, и не пожалеете сто процентов. Для желающих успеть я объявляю, что осталось несколько, немного билетов на сайте billet.cartina.tv, специально заглянула перед вашим приездом, чуть-чуть, но есть. По поводу вообще Энтура, да, то, что он красочный, то, что он фарш, как выразились, это всем известно, в общем-то, об этом рассказывают люди, побывавшие и в России, и в Германии на концертах, но немецкому-то зрителю досталась вишенка на тортике, вы исполнили песню Scream. Да, впервые, кстати, я в России ещё не пел, и первый город был Бремен, и там я рискнул всё-таки уже начать эту песню петь для зрителя, потому что, ну, это важно, что зритель должен её слышать, да, и я хочу её чаще петь уже, тем более, что это можно уже делать. Да, песня, которая в этом году будет звучать на Евровидении, я её буду петь, я вот во второй раз еду на этот конкурс, и именно с тура по Германии, с концерта по Германии началась история этой песни в моём шоу. Оправдала, оправдала ожидание реакции залов? И не то, что оправдала, а превзошла даже, потому что с первого концерта люди стали вставать после песни, аплодировать стоя, для меня это было таким лёгким шоком, потому что, например, с песней You are the only one, когда я только представил её в 16-м году, вот я с ней ездил на конкурсы Евровидения в 16-м году, и люди стали вставать после того, как я приехал с конкурса, то есть, когда уже они её увидели, оценили, и когда уже я занял первое место по зрительскому голосованию, вот я приехал, вернулся с Евровидения, поехал на гастроли, вот там люди сразу, как только слышали песни, всё, они вставали, всё. А тут я ещё никуда не поехал, ещё не съездил, а уже люди как-то поддерживают, это очень приятно и здорово. Но песня просто очень эмоциональная, она очень не похожа на другие песни, и какая-то она особенная. В ней какая-то особенная магия есть, я не знаю, как это сказать, как это объяснить, но именно песня, в общем-то, финальное моё решение ехать на конкурс, она меня подтолкнула, в общем-то, к решению к этому. Вот об этом хотела чуть-чуть поподробнее, действительно, вот просто из любопытства. Наступает момент, то есть, исполнитель понимает, что он едет на конкурс, представляет страну, и как рождается дальше песня, то есть, вы как исполнитель говорите, хочу танцевальную или хочу балладу, и команда начинает творить? Во-первых, всё это происходит, в общем-то, параллельно и вместе, и сначала, в любом случае, кандидатура утверждается, да, но утверждается она в том числе и с песней, поэтому определённое количество треков, песен было написано для того, чтобы они могли, там, состязаться за право ехать на Евровидение, да. Помимо меня были ещё кандидатуры других артистов, я не знаю досконально точно, кто это был, но я знаю, что рассматривались и другие кандидатуры, и, в общем-то, взвесився за и против канала «Россия», который, да, в этом году от ВГТРК до отправляет, они остановились-таки вновь на моей кандидатуре, не знаю, по каким причинам, но, наверное, потому что уже на меня большой опыт, и я уже был на этом конкурсе и себя достойно проявил, ну и плюс команда, которая со мной работает, она, конечно, тоже проверена уже временем, и Филипп Киркоров, и команда, которая работает по режиссуре номера и по песне в том числе, вот, но песня изначально была мелодия, которая, говорю, что у меня, я прям сомнений у меня не было после того, как эта песня возникла, что вот с этой песней, да, я готов, я, потому что, естественно, канал спрашивает, есть ли желание, нет желания, может, я бы сказал, нет, я вообще не хочу, а так как я сказал, что, ну, в принципе, 50-50 у меня в голове, с одной стороны, да, с одной стороны, хочу, с другой стороны, вроде бы уже всё, что мог, сделал, но вот когда песня появилась, это меня в голове что-то щёлкнуло, я понял, что нет, всё-таки, вот с этой песней я себя по-другому проявлю и по-другому покажу себя публике европейской, той, которая меня ещё не так, может быть, хорошо знает или знает только по конкурсу Евровидения 2016 года. Вот насчёт большого опыта в участии в конкурсе, на бис, сложнее или легче, вот когда знаешь, на что идёшь, то есть первый раз это какая-то всё равно неизвестность, а второй-то раз понятнее? Понятнее, но, во-первых, другие песни, другие артисты, всё другое. Одно дело, если возвращаться в тот же самый составчик, который и был, да, это ты уже знаешь, от кого ожидать. Было бы интересно. А так всё-таки новые постановки, новые песни, артисты, там, другой совершенно расклад сил. Поэтому всё как в первый раз, с одной стороны, с другой стороны, я прекрасно понимаю, там, все плюсы и минусы. Я знаю, что, конечно, ещё больше ожиданий от меня, особенно учитывая, что в прошлый раз у меня было очень высокое место, и сейчас, в общем-то, все ожидают, что место будет выше. Но я очень так спокойно отношусь к каким-то предсказаниям и не хочу вообще там сейчас об этом думать, ни о местах никаких, и готовлюсь просто хорошо выступить. Мне очень хотелось бы, чтобы просто страна, там, гордилась, или те люди, которые меня любят и гордились моим выступлением, как гордились в 2016 году. И было неважно, что в итоге я занял третье место, и что после складывания голосов жюри и телезрителей, которые отдали мне первое место, в итоге получилось третье. Но это было равносильно победе, и тот, та волна любви, и та волна уважения, респекта и гордости, которая возникла там за исполнителя, за страну, за песню, она, в общем-то, дороже всяких побед и микрофонов хрустальных. Ну, если говорить правду, ведь по зрительскому голосованию в 2016 году вы победили, мне кажется, это действительно ключевой такой момент и показатель. Вот для меня это было, да, абсолютно ключевым, потому что я артист, и я работаю для зрителя, а не для членов жюри. Потому что члены жюри, их не так много, не многомиллионная аудитория, которая смотрит, это там порядка 200 человек всего, и это очень, может быть, субъективно оценивается. О том, как вас поддерживают, можно судить по тем сообщениям, которые успели прилететь к нам в эфир, когда мы анонсировали встречу с вами. Одну из них хочу вам продемонстрировать. Здравствуйте, Сергей Лазарев. Меня зовут Диана. Я из города Битбург. Я ваша большая поклонница. На честь не года я дарила вам цветы. Я мечтаю иметь ваш автограф. Я желаю вам победы на Евровидение и счастья в личной жизни. Вот такая ваша большая поклонница. Дианочка, ну вот я тебе написал автограф, и теперь у тебя автограф будет, вот, прям покажу, смотри, сейчас куда смог показать. Подтверждаю, Диане от Сергея. Вот Диане от Сергея. Написал. Спасибо огромное. Вам спасибо огромное за то, что уделили нам время. Хотим пожелать от всей души, чтобы финальный аккорд энтура в Германии был очень ярким, очень сочным, запоминающимся. Спасибо. Удачи в Тель-Авиве. В принципе, я думаю, даже не стоит говорить, что зрительские голоса на вашей стороне, а жюри, это второстепенно. Дай бог. На самом деле, как я уже сказал, для меня самое важное, очень хорошо, достойно выступить. Песня непростая. Песня, может быть, не совсем форматная. Но в этом и сок, в этом сам кайф в том, что песня отличается. И она, на мой взгляд, уникальна и вне времени. Нельзя сказать, что она на завтрашний день может устареть, если какое-то новое веяние моды будет. Нет, это песня, которая будет актуальна и звучать будет актуально во все времена. Такой некий саундтрек. Я для себя ее так охарактеризовал. Поэтому дай бог, чтобы она стала саундтреком в этом году этого Евровидения. Так что желаю тебе удачи, голосуйте, поддерживайте. Очень нужна ваша поддержка, друзья, по всей Европе. Обещаем, будем поддерживать, будем голосовать. Здесь в эфире радиокартина представителя России на конкурсе Евровидения 2019. Сергей Лазарев, спасибо за встречу, за беседу, было здорово. Ну и песню, конечно же, Евровидение слушаем. Scream в эфире радиокартина.